Приветствую вас, зрители! На связи Вайпермен. Да-да-да, я вновь ничего не снимал января, потому что отдыхал на новогодних каникулах. При этом не было такого, что на новогодних каникулах я обжирался как тюлень. А то на носу сессия, и как-то не хотелось, дабы во время экзаменов за мной прискакала белочка. Но сейчас февраль, а это означает том, что наступило время для нового обзора. И на повестке дня у нас обзор игры по названию Ready or Not. Данная игра представляет собой тактический шутер от первого лица, сделанный в духе SWAT 4. И там и тут вы играете за американский спецназ полиции, и ваша задача поймать всех преступников, а также освободить заложников. Да, именно поймать, а не убить. Ведь Ready or Not это рейнбусик сич адекватного человека, где решает тактика, а не стрельба по болванчикам. И в этом видео вы наглядно убедитесь, чем хорош Ready or Not. Так что усаживайтесь поудобнее, запасайтесь по порнам и желаю вам приятного просмотра. Погнали! События игры происходят в вымышленном американском городе Лос-Суэнос. Вы отыгрываете роль командира SWAT из пяти человек. Вам будут препятствовать различные преступники, будто это теористы, грабители, наркодилеры и так далее. Ваша задача это либо поймать, либо нейтрализовать преступников, а также освободить заложников и найти различные улики. Да, звучит банально, ведь это вам не Call of Duty, где на каждом шагу ждет экшен. Звезд неба не хватает в плане сюжета, темнее геймплей уж точно вас затянет. Первое дело, на что вы должны обратить внимание, это на кастомизацию персонажа. Помимо привычной косметики, которая, кстати говоря, здесь выглядит адекватно, в отличие от других современных шутеров, можно также выбрать любое вооружение, которое присутствует в этой игре. Вы можете взять любое снаряжение либо на свой вкус, либо в зависимости от того, что вас ждет в миссиях. Например, в первом случае вам нужно необходимо арестовать как можно больше преступников, а это означает о том, что вам нужно брать резиновые пули. Во втором случае, в одной из миссий событие происходит ночью, и вам придется использовать либо фонерики, либо очки ночного видения. В третьем случае, противники будут выражены до зубов, и придется одевать на себя тяжелую броню. И в зависимости от калибра, вам придется выбирать либо керамику, либо сталь, либо кевлан, ну и так далее. Но что самое главное, у каждого бойца должен быть свой гаджет. У одного из них должен быть тактический визор, у другого баллистический щит. Третий несет на себе таран, четвертый имеет при себе дробовик для взлома замков, и пятый имеет при себе гранатомет, который будет стрелять либо ослепительными, либо осколочными, либо газовыми гранатами. И прежде чем отправляться на миссию, вы можете зайти на стрельбище, дабы проверить, насколько та или иная пушка будет эффективна в бою. Далее, при выборе миссии, вы можете прочитать или послушать брифинг, дабы понять, с чем имеете дело. К слову, некоторые миссии связаны между собой напрямую, и можно услышать различные интересные факты. Окажаясь на миссии, вы для начала должны оценить ситуацию, а потом действовать. А иначе, если вы безрассудно будете залетать внутрь, то тогда рискуете получить пулю в лоб, ну или наткнетесь на растяжку. Это я еще молчу о том, то что заложники и противники могут в рандомных местах спавниться. Но зато улики всегда остаются на своих местах, за это можно сказать спасибо разработчикам. Поэтому всегда нужно делать так, дабы ваши напарники отправлялись вперед, а вы, в свою очередь, прикрывали их спины, потому что бывают такие случаи, когда враг нападает сзади. А противники, между прочим, мало того, что стреляют очень метко, так еще умудряются вас видеть и слышать сквозь стены. И как бы это странно не звучало, но это тот самый случай, когда инди-шутер пугает куда больше, нежели ААА Хорро. Человек не знает, что дробовик нужен специальный для дверей. Как кажется, я использую. Я посрелся! Порой им не приходилось драгивать от появления ботов, но не потому, что я как-то пугался их, а потому что охуевал от их наглости. Таких глазастых, ушастых и метких ботов я не видел еще со времен армы третьей. Сами же улики отличаются между собой. Начиная от нахождения фотографий и заканчивания обеззаряживанием бомбы. Кстати говоря, изначально в Рейдерно должен быть мультиплеер, но потом решили отказаться от этой идеи. Но потому что игра сама по себе медленная, да и к тому же как-то странно то, что полицейские имя с собой будут воевать. Зато есть кооперативный режим, благодаря которому вы можете с друзьями поиграть, ну или хотя бы с рандомами. Только вот учтите то, что игра хардкорна и вы вряд ли с первой попытки можете справиться. К тому же в игре бывают баги. Конечно, баги не критичны, тем менее восприятие портится. Для инди-шутера эта игра выглядит вполне прилично. Конечно, бывают все-таки косяки. Например, проблемы с лицевыми анимациями у МПС. Но графика здесь не самое главное в этой игре. Ведь в Рейдерноут играют ради геймплея и атмосферы. И то и то сделана она отлично. Играя в Рейдерноут, ты чувствуешь то, что ты полицейский, а жизнь гражданских находится на волоске. А за прохождение миссии вам будут начисляться очки. И чем больше очков вы будете зарабатывать, тем больше вам интересных шмоток будут подкидывать. А также всякие трофеи в виде записок, фигурок и так далее. Что касаемо эмбиента и музыки. В принципе, сделано неплохо. Только вот почему-то не во всех миссиях присутствует. И если сравнивать музыку и эмбиент из Ват-4 с Рейдерноут, то звучит, откровенно говоря, слабо. Послушайте и вы сами в этом убедитесь. Согласитесь, у Сват-4 музыка звучит куда убедительнее. И последнее, о чем я хотел бы рассказать, это об индикаторе здоровья. В левом нижнем углу показывается состояние оперативника. И чем краснее оперативник, тем хуже он передвигается и стреляет. А также он буквально ломает ногу, когда выбивает двери. В завершении могу сказать то, что шутер получился добротным. Только вот, к сожалению, мне всем понравится данная игра. Кому-то не понравится хардкор, у кого-то тупо не потянет, кому-то не с кем играть и другие причины. Лично я подметил вот такие минусы. Во-первых, как говорилось ранее, противники здесь неадекватные. Это не бандиты, а ворошиловские стрелки какие-то. Хотя бывают и случаи, когда они люто тупят. А во-вторых, карты здесь какие-то большие, и из-за этого ты можешь кого-то или что-то пропустить. А бегать туда-сюда не особо-то интересно. В-третьих, не хватает музыки. Причём такое, которое может запомниться. Ну и в-четвёртых, это цена. Я, конечно, понимаю, что труд вышел огромным, но, блин, 1600 рублей за это отдавать, ну это как-то несерьёзно. Проще взять Zio Aru за 300 рублей. Правда, там онлайн нулевой, в отличие от Ray Dior Note, но всё же погонять всё-таки стоит. А так, в целом, Ray Dior Note получился добротным кооперативным шутером. Пускай и поторопились с полноценным релизом. А на этом всё. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео во всех социальных сетях и тыкайте на колокольчик. Также добавьтесь ко мне в друзья вконтакте, вступайте в группу вконтакте, подписывайтесь на второй канал и донайте. Все ссылки будут в описании. На связи был Вайперман. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok